Теперь пою не я, любовь поёт, и эта песня мире эхом отдаётся. Любовь настала так, как утро настаёт. Она одна, а у меня и плачет, и смеётся. Накануне в своей любви к близким и родным, к стране и миру признавались творческие таланты седьмой школы. В этом году конкурс значительно вырос не только количественно, но и качественно. Сначала педагоги и учащиеся проходили несколько отборочных этапов. Из более чем сотни желающих финал прошло только порядка трёх десятков. 14 из них – педагоги. С одинаковым трепетом и волнением они ожидали выхода на сцену, стараясь благодаря собственному прочтению знаменитой классики передать залу частичку своего тепла и любви. Я привыкла выступать на сцене только в качестве певицы. Но это стихотворение мне очень понравилось. Я выбрала стихотворение Константина Журавлёва «Злая собака». Мне очень нравятся животные, я люблю природу, поэтому мне кажется, что это стихотворение, оно так очень подходит к нашему сегодняшнему вечеру. Все очень волнуются, конечно же, учителя все переживают, ходят, потому что это тоже для них что-то новое такое выступать. Одно дело на уроке что-то рассказывать, знаниями пользоваться, а здесь совсем новый формат выступать перед детьми на сцене, учителя биологии и математики, то, что для них тоже в новизну. Идея проведения литературно-музыкального праздника появилась в школе благодаря директору Светлане Езерской. На одном из уроков она дала своим учащимся тему для небольшого эссе. Какой бы вы сделали школу, если бы являлись представителем администрации? Практически во всех работах красной нитью прошла одна очень интересная мысль. Учителям и ученикам важно быть ближе друг к другу. Конкурс стал своего рода следствием этого опроса и призван ещё больше сплотить школьный коллектив. Это сближает, это позволяет находить общий язык, это интересно, всегда ученику интересно, а как ведёт себя учитель в нестандартной ситуации. В прошлом году только четверо учителей принимало участие в нашем конкурсе, а в этом году уже 14 учителей. Так как конкурс прошёл в преддверии Дня защитников Отечества, большое количество прочитанных стихотворений было посвящено им – сильным и смелым, мудрым и рассудительным. Однако в их числе не только представители сильной половины человечества. Это все те, кто честно трудится на предприятиях и заводах, кто добросовестно учится и работает, кто знает, что каждый день каждый из нас делает будущее своей страны.